всех приветствую дорогие вот этими весенними цветами и еще вот такой клубничкой если бы я могла вам передать его их аромат этих ягод это прям вот эти волшебно но я думаю все запах клубники помнят поэтому просто вам для настроения силой кстати она примут в цвет к моему наряду я вот так сегодня как-то с удовольствием выпендрилась и у меня сегодня эфир такой приятный скажу сразу чтобы вы не переживали что я переживаю потому что это будет эфир основанные на комментарии вы знаете что я люблю делать разбор комментариев каких-то сообщений которые мне приходят не для того чтобы как бы просто это обсудить с целью того чтобы понять как можно защищать свои личные границы даже если кто-то попытался нарушить спасибо большое катериночка елисеенкова за комплименты и 1 и для того чтобы вы понимали что в каждой ситуации можно найти какой-то позитивный момент даже если вам сказали что-то на первый взгляд не очень приятно я поделюсь с вами своими размышлениями и начну это с комментария кстати у меня наверное он вот сохранился у меня ксюша его сфотографировала наверное он не войдет целиком они от вошел прекрасно слушайте у меня в инстаграме хорошо видно а второй эфир у меня идет вконтакте поэтому вопросы девчонки слушайте я его зачитаю комментарий на мое крайнее видео где я вот но с похожей прической получила море комплиментов там о том как я хорошо выгляжу и так далее и в итоге мой эфир трансформировался из названия о том что мне помогает сейчас блик вот этот вот уберу в этом телефоне что мне помогает хорошо выглядеть эфир называется почему я выгляжу лучше других и рассказывала что я использую в своей жизни дополнительно для того чтобы не только средства которые косметику я наношу на кожу а что еще я делаю как бы там образ жизни витамины которые я пью уже много-много лет и как что это точно влияет на то как выглядит моя кожа и вообще мое мое самочувствие мое здоровье поэтому давайте посмотрим комментарии вот и на шейк пишет видео я напомню называется очень дерзко почему я выгляжу лучше других несомненно это заявление такое знаете смелой женщины которые я себя собственно считаю и на самом деле я вижу своих ровесников и те кто тоже пользуется такой же косметика но они получают немножко другой какой-то результат и пишут мне об этом и это же не просто я сама придумала это видео было основано на тех отзывах и на тех сообщениях юлиана что вы еще делаете надо про мои утренние ритуалы и про то почему я выгляжу лучше других я считаю что я выгляжу лучше кого-то многих я так считаю имея на это полное право если кто-то считает по-другому это тоже нормально вы тоже можете выглядеть лучше чем кто-либо не так ли вот и на это видео где было просто невероятное количество комплиментов камера вот здесь меня очень чувствительная на этом телефоне и она дает такие вот блики мне нравится когда вот так вот немножечко плечико оголенная плечи мне сказали что красивые и сказали непременно показывать свое декольте что я и делаю рекомен следуя рекомендации ну все читай комментарии екатерина пишет и это реально так вы очень классно выглядите да конечно спасибо я большое екатерина за подтверждение но можно видеть знаете по-разному и людей и как вот я сейчас специально повторила в своем юлиана это шейк давняя история да а я не помню было уже да она уже была у меня где-то там хейтерах да не помню честно я настолько легко к этому отношусь что вот я горит не злопамятная просто злая и память у меня хорошая ну правда не помню видите как вы даже помните ну классно и правда бы я прям удивилась наталья спасибо видите как ну хорошо давайте значит к комментарии сам напомню почему я выгружу лучше других и и напишет а в чем лучше выглядите других женщина возрасте около 60 причем я этого не скрываю да мне 58 я все время об этом говорю глаза разные одна бровь выше другой подбородок вниз ползет со скоростью ветра над губами куриная жопка из морщин правая часть лица отличается от левой понимаете человек проявил такое внимание я собственно и ответила и не и на привет вам как бы да и пламенный я или ответил какая вы внимательная так приятно но представляете человек сидел причем комментарии ее изменен то есть человек сидел старался писал изменял комментарии время на это потратил энергии столько в это вложил вам видно да вот в инстаграме видно что сообщение было изменено то есть человек старался столько энергии наталья баранюк пишет она даже со мной цапалась после какого-то моего коммента под вашим видео а ну видите она пристально за мной наблюдает так приятно вы понимаете как я когда-то пару лет назад я прочитала такую информацию я убираю вот это вот комментарий сейчас чтобы мои инстаграм зрители были со мной на связи когда нам например вот или лично или вот так в комментариях где-то выделяют на время выделяет энергию на нас то это просто энергия а если эта энергия еще и как бы вот ну условно отрицательная если ее воспринимать как отрицательную да то она еще мощнее и сильнее нежели просто комплименты потому что вот низкие вибрации низкие частоты они такие в пространстве очень базовые такие очень мощные глобальные и они дают много энергии и когда я про это прочитала два года наверное да точно назад я такой думаю вау как классно когда вот такие вот прилетают комментарии и я вам вначале пообещала сказать как из срыва в прорыв это тоже примерно вот похожая стратегия что как бы из гамна сделать конфетку как из негатива перейти вот это в позитив значит ловите лайфхак такой если вам кто-то сказал г ваш адрес или где-то там что-то прозвучало или где-то там что-то вам передали что кто-то про вас что-то сказал вы такие ес вау это к моему большему успеху это все большой любви и к успеху вот запишите прямо себе что энергия эмоции негативных это к большому про это прорыву и у меня так всегда мы с ксении давно уже это отметили потому что сейчас но идет определенная полоса в нашей жизни которая она изменилась на наша жизнь с ней с дочерью изменилась и не все это могут понять не все это могут принять и какие-то комментарии в в связи с этим происходят в жизни там ксении что-то написали люди не понимая что они тем самым себя свою личность не то что принижает но показывает ее с той стороны вот в которой она и есть вместо благодарности за все то что она уже для них ксения сделала на своем youtube канале сколько подарила сколько они этим пользовались сейчас им принять ее новое положение например с тем что она в другой компании сейчас активно развивается и очень круто развивается просто вертикальный взлет взлет не зря называется ее команда муж так и и сказал да у тебя ведь не просто подъем у тебя вертикальный взлет то что происходит у нас сейчас вот в этой новой компании это просто диво дивное чудо чудное и люди свое мнение об этом спешат высказывать в какой-то неприглядной про себя форме про себя это не про нее а проект про себя потому что выражение это люди выбирают такие которые есть у них внутри вот и когда вам что-либо вот так высыпают насыпают мы давно уже с ксении поняли что когда прилетает вот такие вот хейтерские высказывания в ее адрес мой адрес это всегда нам дает энергию для вертикального взлета для каких-то новых свершений это закон это просто вот уже неоднократно нами отмечено было ли у кого-то еще также тоже напишите я сейчас девчонки обязательно сейчас прочитаю ваши сообщения передам зачитаю вслух чтобы было их видно вконтакте как у вас дела тишина такая в эфире все слушать я вижу как у вас дела как-нибудь но маякните тоже что вы живы потому что в инстаграме идет какая-то активная переписка сейчас я все прочитаю так про эту девушку про и но и наших оказывается и на вы знаменитость видите среди моих подписчиков и ирина мур из германии пишет что она ваш фэн мои фанаты примете она пристально следит за моим развитием ну классно же понимаете и вот все так подробненько подметила и про брови кстати бровь у меня очень модная то что у меня вот но брови живут своей жизнью это есть такой даже термин у визажистов есть такой термин танцующая бровь и у меня брови я могу им и как бы вообще работать очень активно и это подчеркивает то что у меня нет ботокса нет как бы инъекции мне все вся живая мимика это классно если кто-либо как и на например питает иллюзии о том что они симметричные что глаза у них одинаковы как ири и напишет что глаза разные глаза разные у кого одинаковые глаза я вас уверяю только у роботов как врач невролог 25-летним стажем глядя на неврологических пациентов но это вообще на людей потому что они они приходили не только с патологии там асимметрии лица с патологии например там радикулит если говорить языком обывательским не медицинским то есть лицо не страдала они находились неврологическом стационаре у них асимметрия лица естественная была полностью асимметричное лицо может быть только у роботов поэтому если кто-то питает иллюзию что он симметричный я вас разочарую бровь выше другой значит про бровь танцующие вам сказала подбородок ползил подбородок вниз ползет со скоростью ветра но это же очевидно что в 60 шик в 58 лет вот такой подбородок вот такой вот крутой овал лица ну как этому не придраться куриная там над губами куриная жопка из морщин дай бог каждому тоже такую такую куриную жопку в 58 лет именно при мимических движениях в покое я собой наслаждаюсь и это невыносимо кому-то это невыносимо я это понимаю ну ну что делать друзья воспитывайте себя правая часть лица отличается от левой ну это я уже как бы пояснила что симметричных людей живых не бывает даже мы все не горит так может быть у трупов бывает игры нет я тебе как невролог скажу у трупов тоже лицо асимметричное все это сохраняется поэтому я живой человек и у меня все какой нормального человека асимметрично поэтому не придирайтесь к себе если вы видите какую-то асимметрию это нормально просто степень асимметрии может быть разной и бывает это патология там но инсульты и прочие заболевания а бывает это просто в норме вот такая легкая асимметрия она присутствует у всех поэтому вот так екатерина пишет своей жизнью девушки по-видимому нет я согласна людям делать вот нефиг мне совершенно некогда писать подобного рода комментарии всматриваться у кого там симметрия симметрия ней не симметрия не вообще в абсолютно все равно мне либо интересен контент или человек этот личность который дает этот контент либо нет до свидания все просто поэтому я согласна что здесь когда пишут даже когда пишут о том вот ксении пишут я тоже об этом немножко сейчас обмолвлюсь о том что вот вот вы там то-то 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 а то что другие в других почему вы вас не интересует почему именно к этому человеку у вас вас так так вас задевает что человек выбрал что-то другое не интересно почему что вам что что такого интересного происходит вот для того чтобы писать какие-то комментарии там ладно юлиана вы отлично выглядите спасибо татьяна так она и мне рассказала что у меня что на наталья бараню под которой вот это и на девушка пишет она и мне рассказала что у меня не так у меня нет морщин под глазами а она сказала что есть понимаете еще есть такой момент мы тоже с этим сталкивались в своей деятельности у людей есть искаженное восприятие действительности реально то есть есть такая патология психическая это психические отклонения когда человек видит какой-то свой мир и второй момент это когда люди вот хейтеры хейт это от слова ненавидеть да по моему если я не путаю с английского хейтеры то есть они ненавидят а ненавидят они кого как вы думаете кого не ненавидят в первую очередь вот напишите сейчас там ниже я прочитаю да в общем она разглядывает всех и на и делать вот видимо нечем заняться действительно оказывается что она не только ко мне так пристально приглядывается к остальным тоже и на но напишите да вот что вы думаете по этому поводу марина лукаш шук пишет она не в курсе что тело человека в принципе не симметрично асимметричным становится перед хода уходом в мир иной даже перед уходом я вас уверяю перед уходом тоже асимметрия стоюста так марина пишет я бы очень хотела вашем возрасте юлиана также выглядеть вы будете еще лучше выглядеть мариночка я вас прям благословляю на этом наталья пишет юлиана и ксения вы красавицы спасибо большое екатерина пишет юлиана я восхищаюсь вами выглядите превосходно живете ярко интересной жизнью хороши эти молоде эти да еще и щедро делитесь энергии своим временем спасибо вам кто что имеет тот тем и делится имеешь какашку внутри а чем еще поделиться но нету если любви внутри а ее нет именно по простой причине потому что манипуляторы это манипулятивная техника вот такого хитер ского комментария они с детства сейчас я посмотрю может быть вы написали об этом что кого они не любят в первую очередь ухоженных красивых успешных ненавидят самого себя до наталья хейтеры ненавидят в первую очередь сами себя никогда они в этом себе не признаются потому что это неосознанное состояние когда человек не любит себя он не может любить никого понимаете это ну вот так устроено и если вдруг кто-то подумает что меня это расстроило отнюдь вот я вас уверяю вы видите что насколько мне я прочитал о класс классе но я похохотала конечно сначала это мне это так сейчас забавно возможно лет там пять шесть назад даже еще не так давно я бы сильно переживала по этому поводу а сейчас у меня даже не меня нет ни жалости там и жалость это гордыня вам еще раз напомним это тоже так жаль что она вот там что то или не то-то она там делает или не делает получает или не получаю там или живет там какой-то своей жизни нет лишь а человек имеет права выбора человек имеет права выбора высказать свое мнение, ну имеет, я публичный человек, я понимаю, что люди имеют право высказаться по своему мнению, она высказалась, окей, я для чего вам это транслирую, вот такие вот комментарии, мы с вами здесь вот так вот прорабатываем, анализируем, чтобы вы понимали, что их можно воспринимать по-разному, по-другому, можно впасть, я сегодня stories выкладывала по этому поводу, Оксана пишет, бог им судья, таким людям, нет, не бог им судья, не человек им не судья, пусть они живут своей жизнью, ради бога, ну и пишут, ну написала, ради бога, чтобы вы понимали, как можно воспринимать, да, подобные моменты в жизни, и как это воспринимать, чтобы это не отложило, потому что когда-то за годы своей жизни я много цепляла, там людям, люди же по-разному реагируют, и говорят какие-то слова, и я какие-то слова я помнила всю жизнь, сейчас я уже не вспомню, потому что я их все отрабатывала, с психологом, с психосоматологом, потому что все слова, которые мы не прожили, а вот там обиделись, меня обидели, как-то нам болезненно они прошли, и мы их не прожили, они остаются блоками в теле, иногда, когда на них что-то еще потом наслаивается, чьи-то еще слова дополнительные, мы принимаем это на свой счет, я вот это не воспринимаю на свой счет, понимаете, потому что я знаю, почему человек так пишет, ей невыносимо больно внутри, не осознанно, не осознает человек своей боли, поэтому у меня ни обиды, ни сожаления, ни каких вот эмоций отрицательных у меня на это нет, вот ей-богу, мне даже выдать на это нечего, просто анализирую, чтобы вы могли в своей жизни знать, что такое в жизни бывает, и оно, ну, наверняка, было ли у вас какие-нибудь такие высказывания в ваш адрес, у кого было, напишите «было», кто живет счастливой жизнью вот в розовом мире, напишите «не было», или там единичка и двоечка, было-не было, давайте так, у кого были, были комментарии в ваш адрес, которые вы до сих пор помните, у кого такое было, давайте вот так, у кого были комментарии, ну, скорее всего, связанные с вашей внешностью, и вы до сих пор их помните, у меня такие были, и я сейчас навскидку даже не вспомню, хотя какие-то были очень болезненные, и я их прорабатывала, и сейчас я, видите, их даже не помню, то есть я их разблокировала, выпустила из тела, благодаря чему я еще тоже выгляжу отлично, я тоже об этом рассказывала, что для моей внешности работает косметика, витамины, БАДы и добавки, минералы, и психология, психология, которая снимает блоки с мышц лица, с мышц тела, и оно становится более таким крепким, здоровым, молодым. Вот, у кого было, пишите «было», у кого не было, пишите «не было». Мне кажется, у меня застыли комментарии, нет. Вот, поэтому, когда у вас что-то происходит в жизни, когда кто-то отпустит какое-то острое словцо в ваш адрес, первое, вы понимаете, что это не про меня, это про того человека, это его боль, были в детстве, что я полная, Наталья пишет, да, это про него, либо это ваша внутренняя боль, которую вам люди другие зеркалят, тоже такой вариант, и чтобы вы понимали, что из этого вы можете выйти в вертикальный взлёт, что вы можете благодаря вот этой энергии, которую вам люди послали, использовать её в своих личных целях, они же вам уже отдали её в пользование, эту энергию, и вы можете её использовать для своего подъёма. Пускай это будет не вертикально, но это будет вот, это точно, то есть вы кому-то не даёте покоя, понимаете, было, да, вижу, девчонки ваши, было. Поэтому вот такой у меня вам сегодня посыл с любовью, доброжелательностью о том, что в этой жизни вообще всё классно, вы классные, вы самые лучшие на сегодняшний день, вы сейчас лучшая версия того, что могло бы быть с вами вообще в жизни. Ирина пишет, у меня каждый раз, особенно если меняют цвет волос и прическу, слышу типа от подруг, господи, лысо, не останься, вот кому какая разница, Ирина пишет, лысо, не останься. Ну вам какая печаль, даже если я буду лысо, я буду такой же красавицы, прикинь. Вот представляете, какая кому разница. Ну вот людям, и напоследок, совет от психологов, оставьте всех в покое, займитесь собой. Вот это всем, кто любит писать комментарии не с любовью, займитесь собой, займитесь своей жизнью, сделайте её интересной, чтобы в ваш адрес прилетали какие-то добрые слова. Я вас обнимаю, дорогие, если кто-то вот хочет успеть написать, давайте, вскакивайте в последний вагон, а я вам ещё разочек покажу вот эти вот прекрасные весенние цветы, колокольчики, посмотрите, ну чудо какое просто, природа. Ой, это лесные цветочки, вот купила сегодня у тётеньки возле рынка. Шикарно выглядите, Юлиана, пишет мне Ольга Никитина, спасибо большое. А я теперь буду эти слова делать ассоциацией к деньгам. А какие? Я уже забыла, что я сказала. Ну, в общем, делайте, да, вы лучше меня знаете уже теперь, что делать, потому что я знаю, что это девочки с наших курсов, с наших всех проектов и так далее, где мы аффирмациями тоже заряжаемся. И напоследок вам, пусть ваша жизнь будет сладенькая, вкусненькая, вот как эта клубничка. Обнимаю, пошла есть клубнику. Наталья пишет, Юлиана, вы супер, класс, 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 ю-ху! Смотрите мои историки, я там сегодня хохотала, просто ржала. А Ксюшка меня снимала, а я хохотала. Так что всё, Ксюшенька, привет, доча, как раз про тебя вот и рассказываю. Ну, уже завершаю эфир с отличным настроением. Красотка вы, Ирина мне пишет, спасибо большое. Подснежники, да, но вот подснежники, вы знаете, в разных краях они разные. У меня на Дальнем Востоке, где я всю жизнь прожила раньше, были совсем другие подснежники. А эти вот, посмотрите, какие вот какие-то подснежники или колокольчики, вот бог его знает, там вообще, ну красотища, там ещё жёлтенькие серединочки вот эти классные. И в моей красивой вазочке, которой я сделала апгрейд. Я её купила просто вот такой белой, она была чисто белой. Вот такая, мне это было скучно, я люблю золото, вот там какие-то украшения. И я золотой краской, специальной эмалью сделала вот эту красивую золотую каёмочку. У меня получается вазочка с золотой каёмочкой. Я ж художник, поэтому всё делаю. Привет из Анапы вам. Ольга, привет из Анапы. Ну, где-то мы вот в Анапе точно в ближайшее время тоже будем. Любим туда ездить уже, погостить, съездить в спа-центр Давиль, если там были, знаете. Так что всем-всем привет. Целую вас, обнимаю. Хорошего вечера всем. Пока. Пока.